Слова, которые обозначают действия, жили в районе глаголов. Слова, которые обозначают признак, жили в районе прилагательных. Слова, которые всегда указывали на предмет, но при этом никогда не называли их, жили в районе местоимений. Маленькие слова, которые любили связывать слова в предложении, жили в районе предлоги. Все слова были дружны, кроме предлогов и глаголов. Дружбы между ними не было. В городе была своя книга правил жизни, и каждый район отвечал за свою страничку. Давайте в нее заглянем. Прочитаем, что написано про имя существительное. Слова, которые обозначают предметы, явления природы, живые существа, события, чувства, качества людей и отвечают на вопрос «Кто?» или «Что?» называются именами существительными. Слова «Солнце», «Кот», «Девочка», «Земляника», «Осина», «Заяц» – это имена существительные. Вопрос «Кто?» мы задаем к именам существительным, которые обозначают людей, животных. Кто? Ученик, петух. Такие имена существительные называются одушевленными. Имена, отчества, фамилии людей. Это собственные имена существительные. Например, Саша, Дмитрий, Иванов, Петров, Анатолий Николаевич. Имена собственные пишутся за главной большой буквы. Все остальные – не собственные имена существительные. Это нарицательные имена существительные. Они называют, нарицают любой предмет, явление, свойства из множества им подобных. Наррицательные имена существительные пишутся со строчной, маленькой буквы. Заглавная буква в именах собственных – это орфограмма. Ольга Петровна Соколова Имя существительное может употребляться в единственном или во множественном числе. Имена существительные в единственном числе обозначают один предмет. Книга – Ива Имена существительные во множественном числе обозначают два или несколько предметов. Книги – Ивы Имена существительные изменяются по числам. Книга – Книги При изменении числа имени существительного изменяется его форма. Давайте прочитаем, что написано про глагол. Слова, которые обозначают действия предметов и отвечают на вопросы «что делать», «что сделать», «что делает», «что сделает», «что делал», «что сделал», «что будет делать» называются глаголами. Слова писать, поговорить, рассказывает, прочитает, жил, наклеил, будет ждать – это глаголы. Глагол в единственном числе обозначает действие одного предмета – стучит, пишет, играет. Глагол во множественном числе обозначает действие двух или более предметов – стучат, пишут, играют. Глагол стоит в том же числе, что и имя существительное, связанное с ним по смыслу. Единственное число – самолет летит. Множественное число – самолеты летят. Глаголы изменяются по числам. Читает, читают, играет, играют. При изменении числа глагола изменяется его форма. Слово «не» – это частица. Частица «не» с глаголами пишется раздельно. Давайте прочитаем, что написано про имя прилагательное. Слова, которые обозначают признаки предметов и отвечают на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие» – называются именами прилагательными. Слова «легкий», «весенний», «добрый» – это имена прилагательные. Имена прилагательные в единственном числе обозначают признак одного предмета и могут отвечать на любой из данных вопросов. «Какой», «какая», «какое». Имена прилагательные во множественном числе обозначают признак нескольких предметов и отвечают на вопрос «какие». Местоимение На этой страничке вы познакомитесь с правилами местоимения. В речи мы часто употребляем слова «я», «ты», «мы», «вы», «он», «она», «оно», «они». Эти слова не называют предметы, а только на них указывают. Слова «я», «ты», «мы», «вы», «он», «она», «оно», «они» – это личные местоимения. Местоимение – это часть речи. Предлог Давайте прочитаем, что написано о предлоге. Предлог – это часть речи. Предлоги служат для связи слов в предложении. Предлоги употребляются в речи вместе с именами существительными. Перед глаголами предлогов не бывает. Предлоги со словами пишутся раздельно. Это орфограмма. Предлоги всегда пишутся одинаково. Над, без, под. Мы вспомнили все, что знаем о частях речи. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться к этим сведениям. Подписывайтесь на меня. два – три – три « concerns фрагузы со связи с genderьем». Подписывайтесь на мой канал.